так продолжим нашим нашу покраску сегодня будем красить вот такого медведя с медведем все гораздо попроще будем использовать также нашу турнетку и подставку устанавливаем наши медведя в аэрограф сопло на 5 миллиметра наливаем краску краску ценим и чем наливать сбалтываем ее уже есть такие работы как медведь который содержит мало себе цветов используют советую выбирать на ранних этапах вашей ваших работ сколько испортить работу сложно но можно можно краску процедили самого медведя я не грунтую поскольку он текстурный и проще отломить от него часть рельефа чем сбить краску начинаем покраску с четырех вот этих вот точек 4 точки являются у него основанием первую очередь красим и потом пузо лапы и все остальное и так проверяем наш факел все ли нас устраивает материал добавляем факел чтобы растут больше и начинаем слаб краска и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот еще раз проверяем, смотрим, все ли внизу мы прокрасили, чтобы больше туда не возвращаться, все ли нас устраивает везде, не остались ли такие места, до которых мы не дотянулись Вроде все, то есть вот эти места уже 4 точки, они явно подсохли и с них краска уже не отойдет Осталось нам покрасить верхнюю часть, ну и те места, которые мы еще не успели зацепить Объем сразу большой краски не наносим, помним об этом, я уже неоднократно об этом говорил, еще раз повторюсь, чтобы не было подтеков, не было размазов, не было еще каких-нибудь косячков Плавно, равномерно наносим слой за слоем Прошлись в одну сторону, прошлись в другую сторону В этом месте уже подсохло, а потом возвращаемся Поскольку все мои работы, они текстурные Красим сначала в эту сторону, потом в эту сторону, потом бывает поперек Поскольку рельеф с одной угла атаки, вы не прокрасите никогда Красочка у нас закончилась Добавим Здесь я наливал, наверное, одну треть всего Но ее не хватило Одну треть Бачок Этого аэрографа Он где-то 125 миллилитров Так заявляет производитель По крайней мере, так написано На сайте На этого медведя, ну, наверное Пол бачка, наверное, должно хватать В условии, что он текстурный Опять налил ее внутри Потому что лишняя краска мне не нужна Потом ее снова выливать Я же не буду красить 10 медведей, да? В вашем случае А вы будете 0-10-料оль asilo В эти켜 resistance ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, проверяем, смотрим, всем ли мы довольны, все ли нас устраивает. Везде ли мы прокрасили, нет ли каких-то прокрашенных мест. В вашем случае вы выбираете этого медведя сейчас вместе с этой подставкой и ставите на подставке другую некрашенную работу и снова начинаете красить в черный. Продолжайте красить в черный цвет. Я же сейчас убираю эту работу. Да, вот здесь, кстати, не дотянулся. Убираю эту работу. И чтобы ускорить процесс, на такую же точно подставочку поставлю уже высохшую работу. То есть, эта работа уже высохла, насухая. И теперь мы будем красить так называемой техникой полусухой кисти. То есть, основной слой у нас нанесен. Что за кисть я буду использовать? Кисть, зовут ее Анза. Ширина кисти 35 миллиметров. Ворс у нее синтетический. Очень хорошая кисть. На моем регионе, Сибири, она стоит 300 рублей. Дальше. Что за краску буду использовать? Есть два варианта. Первый такой бронзовый. Краска тоже у нас продается вот такая вот. Грят американская. Бронз. Медал. Бронзовая медальная. Просит ее при использовании взбалтывать, встряхивать, хорошо перемешивать. И нам понадобится или картон, или чистая ДСП, ДВП или фанера. В моем случае это будет 6-миллиметровая фанера. Что делаем? Краску открываю. То, что осталось на крышке. Легко макаю кисть. Прям чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Только кисть набрала. После чего беру на нашей фанере и растираю эту краску. Чтобы на кисти чуть-чуть только осталось. Немного. Но, чтобы даже практически не красило. Потом беру нашего медведя и так же начинаю покраску с основания. Легко наношу краску. Проверяю заодно, как красит достаточно ли на кисти материал. А как красит наша кисть. Много или мало. Если много, то на основании это сильно не будет критично, незаметно. Если мало, ну, можно добавить. Вот. Вот такое получается. Видно, нет результат. Сам не вижу, видно или нет. Думаю, видно. Теперь следующий этап. Опять беру с фанерки и начинаю красить этой кистью поперек шерсти. То есть, если шерсть растет вот так, то мы красим вот так кистью вводим. И желательно вводить все время в одном направлении. Не вот так вот туда-обратно. Особенно на начальном этапе, когда у вас на кисти много материала. А именно поперек легкими движениями. Едва-едва касаясь поверхности. Наша задача красить по поверхности. Чтобы выступающие части были бронзовыми, а именно углубления были черными. так же красим сначала низ, то есть, лапы и брюшко, пузо. Крутим, вертим так, как нам удобно. всегда красим поперек. Поближе покажу, что за эффект получается. Камера должна, наверное, сфокусироваться. Вот так. Но это еще не ярко выраженное, то есть, сейчас мы добавим туда материала. Добавлять надо тоже постепенно. Не разом наносить большое, а постепенно именно. Подсохл первый слой, добавим еще один. Подсох этот, еще один. техника покраски, скажу, не быстрая, но в итоге вы получите очень хороший результат. Покраска будет, ваша работа будет смотреться дорого, и вы сможете уже продавать не за 300 рублей, а за 500. выгодно это? Я думаю, что да. Особенно, когда упор делается на качество. Да и желающих приобрести такую именно модельку, красиво покрашенную, будет гораздо больше, когда работа ваша будет покрашена небрежно или неаккуратно. Если красить постоянно только в одну сторону, вот так вот, не возвращаясь даже оттуда, то получится тоже очень интересный эффект, когда на одной стороне текстурного вашего рельефа больше краски, а на другой меньше. Тоже интересный переход такой, визуально очень получается красивый. Надеюсь, видно, что получается-то. камера, наверное, так еще не возьмет. Ничего, ничего. Каждый раз, когда берем новую порцию материала на кисть краски, да, обязательно проверяйте легкими движениями, немного ли у вас материала на кисти. Я думаю, это опыт, эта практика придет у вас с опытом или со временем, когда покрасите ни одного такого медведя или еще ни одну такую работу. точно так же красил я и кота. Если кто-то видел, кота. по поводу продаж, тоже скажу такую вещь. Если ваша работа сделана хорошо, ее легко продавать. Вы даже можете не обладать навыками продаж, как предлагает свою продукцию и все остальное. Если вы сделали хорошо и качественно и продукция ваша смотрится дорого, вы не умея продавать, будете зарабатывать на своих работах. но если ваша работа выполнена так, не от души, так скажем, то вам придется приложить усилие, чтобы продать вашу работу. Можно перечитать ни одну книжку, а лучше использовать это все в совокупности. То есть и делать хорошие работы, уметь продавать. так, добавим в клюшечку шума. именно надо, чтобы на вашей работе не оставались разводы, полосы. а такой эффект был как будто наносили материал не кистью, а чем-то таким, что не остает развод. Вот кисть хорошая сама по себе, и она уже разводов столько не оставляет. Чем дешевле кисть, тем сложнее вам будет добиваться такого эффекта. Вам работать будет с ней сложнее. Покажу как делать не надо если ту же камеру возьмут конечно. Видите здесь было много материала в этом месте. и поэтому получилось что не только краска попала на поверхность выступающей части, но еще на углубление. Это плохо конечно. Это плохо, но не критично. так, ну что, будем считать, что мы снизу закончили, теперь можем переходить на верхнюю часть уже не держать нашего медведя в руке и просто красить вверх. Если при работе с аэрографами и краскопультами обязательно средств в индивидуальной защите типа респиратора, то в этом случае когда работаем кистью перчатки обязательно потому что все равно измажетесь фартук обязательно ну или какая-то одежда рабочая у вас которую не жалко халат может быть какой-то у вас есть рабочий респиратор уже потому что опыла нет краска без запаха тоже она акриловая почему-то камера нисколько бы я не фотографировал именно медведя не передает тот эффект который реально получается в живую и в этом случае когда вот наношу тонкими легкими такими движениями материала беру совсем-совсем на кисть немного краска очень-очень быстро сохнет то есть после того как мы закончили только этой работой ее красить кистью да наносить вот таким вот образом краску можно сразу лачить даже никого не ждем можно сразу лачить потому что краска уже подсохла поэтому я так смело ее руками беру способ интересный получается очень оригинальная покраска выглядит дорого материала при этом уходит совсем-совсем немножко особенно когда наберете руку будете красить побыстрее поймете сколько материала вам необходимо может не будете так аккуратничать как я основное правило то есть берем материала немного работаем поперек текстуры текстуры текстура так красим так текстура вот так красим так текстура вот так красим вот так всегда работаем поперек у нас каждый раз направление текстуры меняется направление вашей кисти тоже должно меняться два правила соблюдая их у вас получится хороший результат полезная информация я думаю да подобных работ я тоже не видел на просторах интернета почему никто не умеет окрасить да нет умеет почему-то только заграничные ребята красит видел бетонные изделия наши так красит прикольно получается на бетонных на садовых на больших ну вот получилась такая вот работа все она подсохла красочку закрываем краски должна 50 грамм 20 грамм они потратили нас убираем есть обязательно промываем потому что кисть дорогая нам послушай долго если мы ее также за ней будем ухаживать обязательно ну и следующим этапом нам будет сколько у нас уже все подсохло мест на что он теперь перчатка мокра ничего возьмем новым и наша задача теперь покрыть нашу работу лаком опять вот здесь опять нужно работать обязательно перчатках и работать в респираторе пока мы красили воздух компрессор и закончился сейчас накачаю чтобы не шуметь и видео заодно останавливает потом когда начну лачить уже включу покажу сам процесс спер